Здравствуйте! На просторах СНГ я насчитал по меньшей мере 8 пистолетов-дезертыгов. В Москве в стрелковом клубе «Объект» находится такой пистолет в 50-м калибре. В Киеве в стрелковом клубе «Сафари» есть дезертыгов в 357-м и в 50-м калибрах. В стрелковом клубе «Ибис» в 44-м и в 50-м калибрах. В Харьковском филиале клуба «Сафари» также есть дезертыгов в 357-м и в 50-м калибрах. И, наконец, в Одессе, в Одесском областном стрелково-спортивном клубе, есть дезертыгов в 44-м калибрах. Собственно говоря, я сейчас именно в Одессе, и вот этот самый дезертыгов в 44-м калибрах. Версия с дульным тормозом-компенсатором. Я стрелял уже из дезертыгов в 50-м калибрах в Москве. Разумеется, я много стрелял конкретно из этого. И вот теперь мы еще добавляем к этому стрельбу в Киеве. Я пострелял, ну, скорее всего, из половины дезертыгов в СНГ. А поэтому считаю себя самым большим поклонником этого пистолета на всем просторе Содружества Независимых Государств. Кто-то, конечно, возразит, что большой поклонник — это не тот, кто много стреляет, а тот, кто много изучает, знает, интересуется и так далее. Ну что же, на своем компьютере папку дезертыгов я завел в 2003 году, чтобы собирать там материалы, посвященные этому пистолету. Так что, смею вас заверить, в этом плане я тоже вполне могу считаться самым большим поклонником дезертыгов в СНГ. Чем же этот пистолет хорош? Зачем он был сделан? Часто можно прочесть, что этот пистолет для каких-нибудь там спецслужб, для самообороны, для того, чтобы полиция могла остановить автомобиль, разрушив его двигатель сверхмощным выстрелом. Все это полнейшая чушь. Остановить двигатель автомобиля не всегда удается даже выстрелом из крупнокалиберной снайперской винтовки. Пистолет, даже такой большой, даже если брать в 50-м калибре, и близко не способен на это. Ведь 50-й калибр дезертыгла — это около 2000 джоулей, а винтовки крупнокалиберные — это 16-18 тысяч джоулей энергии пули. Я думаю, вы понимаете, насколько огромная разница. И даже такие винтовки зачастую требуют двух, трех, а иногда и более выстрелов по двигателю, чтобы его остановить. Соображение, что это, чтобы стрелять по противнику в бронежилетах, тоже полная чушь. Да, запреградная травма может быть достаточно большой из-за того, что пуля тяжелая, но вы можете взять просто бронебойные пули для обычных 9-мм пистолетов, и тогда вместо запреградной травмы будет пробитие бронежилета, а потом и внутренних жизненно важных органов. Это гораздо эффективнее. Нет. Для самообороны, полиции, армии и так далее делают совсем другие пистолеты. Вот примерно такие. Он, как легко заметить, радикально меньше, раза в три легче. Здесь есть ударно-спусковой механизм двойного действия. Вы нажимаете на спуск, и курок одновременно взводится. Вы можете дослать патрон в патронник, после этого аккуратно спустить курок, и все. Полная безопасность, но в то же время полная готовность к выстрелу. Магазины у таких пистолетов вмещают от 15, как в данном случае, до 20 патронов, и позволяют, соответственно, вести достаточно длительное время огневой контакт с противником. Это да, это для полиции, это для армии, это для самообороны. Desert Eagle даже близко не такой. Огромный, тяжелый. Однорядный магазин в данном случае вмещает 8 патронов. В самом лучшем случае он вмещает 9 в калибре 357 Magnum. Ударно-спусковой механизм только динарного действия. Вам нужно взвести курок, чтобы сделать выстрел. Соответственно, носить его с патрона в патроннике безопасно. Ну, скажем так, сложно. В принципе, вы можете взвести его, поставить на предохранитель, но все равно у вас остается открытый ударник, по которому теоретически что-то может ударить. При каком-то падении на курок может сломаться предохранитель и так далее. То есть, в принципе, он не предназначен для ношения с патрона в патроннике. Но для чего же он предназначен? Давайте посмотрим на вот такую вещь. Видите, здесь снизу есть планка Пикатинни. Для простоты установки подствольного фонаря или, может быть, лазерного прицела. Очень распространенное явление в современных пистолетах. В Desert Eagle тоже есть такая планка, только она расположена над стволом. Для чего она? Для крепления оптического прицела. Пистолет создан для того, чтобы стрелять на большие дистанции с максимальной точностью. Кто-то мне, конечно, скажет, что такая планка Пикатинни появилась лишь в самых последних версиях пистолета. А в 80-х ее не было. Совершенно верно. До Пикатинни здесь была планка Вивер. А до планки Вивер здесь стоял ласточкин хвост. В 80-е годы здесь был такой же ласточкин хвост, какой сейчас вы можете встретить на большинстве пневматических винтовок. Но в любом случае, начиная с самой первой версии пистолета, здесь была возможность установки оптического, ну или коллиматорного, кому что больше нравится, прицела. Кроме того, здесь стоит полигональный ствол, который, ну, по крайней мере, теоретически меньше деформирует пуль, что обеспечивает более точный выстрел. Пистолет сделан, чтобы стрелять точно и далеко. В первую очередь, это популярная в США стрельба по металлическим силуэтам. На большие дистанции. Там дистанция может доходить до 200 метров. Пистолет на 200 метров. Также, разумеется, пистолет пригоден для охоты. В США довольно популярна охота с пистолетами. Есть версии Desert Eagles со стволом 10 дюймов, 25 см. Вот здесь 15 см. То есть еще 10 см. Были версии со стволом 14 дюймов, 35 см. Вот такая вот дура. Они были как раз для охоты. Максимальная энергия пулей, чтобы надежно остановить зверя. Разумеется, при этом оптический прицел, чтобы попасть в этого зверя с большой дистанции. То есть вот для чего реально сделан этот пистолет изначально. Впоследствии оказалось, что из этого пистолета просто очень приятно стрелять. У меня уже есть видео сравнение ощущения стрельбы 44 Magnum из этого Desert Eagle и из револьвера 44 Magnum. Из револьвера стрелять довольно неприятно. Он очень больно бьет по руке. Desert Eagle 44 Magnum совершенно приятный. Пистолет, никаких сильных ударов. Даже в 50 калибре из этого пистолета можно много стрелять без особого дискомфорта. Ну, как много? Несколько десятков выстрелов. Естественно, вы не будете там отстреливать 100-200 патронов 50 калибра за тренировку. Но если вы возьмете револьвер, схожий по мощности, скорее всего, вы после первого барабана уже дальше стрелять не захотите. У Desert Eagle отдача намного приятнее. Чем это связано? С массивным затвором, который двигается за счет газоотвода. У обычных пистолетов в большинстве случаев у нас автоматика с коротким ходом ствола. Можете увидеть, что ствол отъехал назад и его перекосило. Сдвигается назад ствол, его казенная часть опускается, он останавливается, дальше движется затвор. Такая автоматика, в принципе, тоже позволяет значительно снизить отдачу. Из самозарядного пистолета всегда стрелять приятнее. Но здесь уже совсем новый уровень. Здесь есть в стволе снизу отверстие, по нему газы короховые опускаются вниз, попадают в трубку. Ну, конечно, вам сложно будет там какие-то части разглядеть. Но, в общем, проходят газы сюда, здесь есть поршень. Ну, вернее, сейчас поршень отъехал в заднее положение. И цилиндр. При выстреле происходит толкание поршня пороховыми газами, он толкает затвор. Регулируя объем мертвой, скажем так, трубки, диаметр отверстий, через которые попадают пороховые газы, в эту всю систему и так далее, можно в широких пределах регулировать скорость отката затвора. Мы можем менять его массу и таким образом добиваться наиболее комфортной отдачи. Что, очевидно, и сделали разработчики этого прекрасного пистолета. Они достигли очень и очень комфортной отдачи. Разумеется, пистолет полюбился стрелкам, которые стали уже не только ходить на охоту или заниматься с ним спортом, но и просто развлекаться. Ну, а его такой вид брутальный, огромный, пистолет, который не затеряется в руках даже у Арнольда Шварценеггера, полюбился всевозможным кинематографистам, телевизионщикам, разработчикам компьютерных игр и так далее. Так что его дизайн, разумеется, тоже поспособствует его популярности. Ну и что уж там говорить, когда я, сколько это, 16 лет назад, будучи школьником, заводил папку Desert Eagle на компьютере, меня интересовал брутальный внешний вид и огромная мощность. Но оказалось, что этот пистолет значительно больше, чем внешний вид и бессмысленная мощность. Он реально эффективен там, где он нужен, в спорте, популярном в США, но не у нас, на охоте. Опять-таки, в США популярна охота с пистолетами и револьверами, у нас нет, но ведь пистолеты разрабатывали американцы для себя. И для развлекательной стрельбы. Здесь мы ничем не отстаем от американцев. Стрелять из Desert Eagle в стрелковых клубах СНГ так же приятно, как и в США. Прекрасный пистолет, дающий ощущение огромной мощности, и при этом эта мощность не сопровождается какими-то неприятными ощущениями. Хоть последний в десятку попал. Ну как? Здесь все хорошо, да? Здесь да.